Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 13 глава, 11 стих. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Я хочу сегодня вам провести тайну, которая существует. Везде градации. Самый большой, самый тяжелый, самый быстрый. Есть и в тайне тоже. Тайна маленькая и тайна самая большая. Я сегодня хочу вас познакомить с этой тайной. Если вы еще не знаете, можете сделать свой счастлив. Начинаем с чем? У меня в руке бумажка, в два раза меньше ладони моей. Вся тайна мира захолечается здесь. Я начинаю сейчас через брата, считать будет, расширять через Библию. Будьте очень внимательны. Если этой тайны не будете знать, вы напрасно родились. Вот какое дело. Я день и ночь размышляю об этом, хожу и здесь пришел, и еще три места нашел. Здесь уже, сейчас, перед самым выходом сюда. Это тема, которую я никогда не слышал ни у святых отцов, ни у кого нигде нету. Это только Бог открывает так. И, обладая этой тайной, мы делаемся ответственны перед Богом, перед людьми, перед всеми, кто будет после нас еще жить. И с чем мы умрем? С голыми руками или скажем, ты дал мне пять? Я говорю, вот десять. Только будьте очень строги сами к себе. Многие люди, которые призывали Христа, ждали Его, не сделались развратниками. Девы написано. И оказались, что неводные, масла нет. Вы знаете эту притчу? И они стучали. И он зато вот говорит, самое страшное то, что обычный Господь отвечает через ангела, через пророка, а тут сам отвечает через закрытые двери. Вы, отойдите, я никогда не знал вас. Вот применить только к себе. И не надо просить даже даром слез. Они сами потихают. Господи, что же со мной будет тогда? С чем я приду? Где это умножение? Слово тайна встречается 139 раз. Если 139 мест Писания просчитать, глаза откроются сразу. Тайна зачатия. Понимаете, с чего человек зачинается? Это там микроскоп надо смотреть. А там уже заложено характер бабушки. Талант отца. У него тяга именно к этому музыканту. Музыкантам. Это тайная из тайн, которая сегодня. Как? Не знаю. И Соломон говорит. У меня, говорит, есть три тайны. Какие? Как змея, у которой ног нету. И она по скале ползет. Чем она цепляется? Дальше. Путь мужчины к женщине. Чего это вдруг? Сколько было перед ними? И вдруг прилип, не может отстать. И где только не бывает. И грабит. И все к ногам возлюбленной. Это вторая книга езды. Подробно об этом говорит. И третья. Полет птицы. Как она держится? В такой выси. Вот есть у нас трижи, которые крылья имеют. Несколько раз больше, чем ее тело. Из пола подняться не можно. Они всегда где-то вверху. Отталкиваются. Падают. В полете открывают крылья. И они улетают под самые облака. И всю ночь там проводят. А потом слетают здесь. Мошку собирают. Мы же это видим. А ответить не можем. Что такое дождь? А он из воды. Знаем, что не из камней. Ну, написано. День первый Бог сотворил. Дух Божий носился над водой. Мы знаем, когда птицы, когда растения. Все в Библии описано. День первый, день второй. А что такое день, никто не знает. Что это день? Один день наш? Или день, который миллионы? Конечно, святые отцы толкуют по-разному. Но зная о том, что какой каменный уголь отображается там деревья, которые уже обуглились. Ясно, что речь идет не о наших годах. Но про воду вообще не сказано. Дух Божий носился над водой. Ну, сколько лет-то в воде-то было этой? А сколько земля? А сколько за земли споров было? Галерий, вы знаете, что он как говорил? Только сказал, доказано было. Джордан, Бруно там помогали. Земля крутится. Не Солнце. Вокруг земли, как всегда мы считаем, зашло, Солнце идет. Так, по сей день выражения такие. А именно земля летит со скоростью пули. За одну секунду 8 километров и больше. Это мы сейчас летим. Ну, как летим? Ах, ну, если шар взять, ну, кто-то вниз головой. По отношению к чему? Вот только задумались, не может быть. Ну, его и прижали. Джордан, Бруно был казнен не за это, а за то, что смуту наводил. Вот, как сейчас есть мятежи, там, подговаривают. Тогда выявилось, на костер все кончилось. И никаких цветов не приносили. Гору навалили там безумному. Библия говорит нам об этом. Ну, южные народы, те знали, что земля стоит на трех слонах. Слоны стоят на черепахах. А черепахи в воде трясется, иногда они устают, там, землетрясение. Мы не довольны этим. Сегодня есть такие плоскоземельцы. Они говорят, земля плоская. У нас один здесь был, ушел. А за этим всякие ереси поплыли. Земля шар. 11.32, третья книга Ездор говорит. И царствовал на всем земном шаре. Говорит, в Библии не говорят. Говорит. У Исаии написано. Над кругом земным сверху смотреть на шар, он круг. Уже говорится. Дальше. И повесил земли ни на чем. Это все библейские выражения. Ни на чем. Ну, она раз ни на чем. А за луна-то, смотрите где, она не так и далеко. Почему она не приближается? И не отдаляется? Ну, натяжение. Ну, какое натяжение? Даже веревки те ослабевают. Объяснение как будто дали, а на самом деле никто не знает. Попробуйте поговорить с этими астрономами. Знаете? Нет. Вот Бог выводит Авраама и говорит. От тебя будет потомство, как звезд на небе. Ну, глянь на небо-то. Глаза разбегутся. А это всего 6 тысяч. А сегодня уже, я знаю, это там 13 миллионов. И Господь бы сказал, в тысячу раз больше у тебя будет детей-то. Ну, для глаз это было понятно. Почему? Потому что среди видимых, невидимые звезды. Галактики. Если все открыть, то небо с плащиком покроется. Вот посмотрите, допустим, возьмем Орион. Мама называла их кичиги. Это как часы. Часок небо, она выглядит. Кичиги уже над нашей метлиной. Надо, да, и 4 часа доить коров колхозных. В народе это все было отображено. А что, земля круглая? Да нет, это никак. Другого выхода нет. Это одна из планет. И самый ценный минерал на земле, вода. Человек-то на процентов 75 из воды состоит. Вот когда скажешь людям, ну, а самое такое водянистое растение, все сразу, арбуз. Нет, не арбуз. Если высушить, у него больше. Огурец оказывается. И вот когда что-то застывает, идет к низу. Вес теряется. Вода не так. Если бы к низу пошло, вся рыба, все пропало бы. Нет, она на воде плавает по ней машины, по этому льду идут. Тайны не разгаданы по сей день. И пузырьков даже не видно в ней. Притом мы видим каждый год это. Я говорю о тайне, которая нас... Вот там в Амазонке встречают, даже там на Гаити, новые племена. Больше двухсот человек нету. Которые говорят, а как, понимаете, они говорят, по-своему говорят, язык их изучили. Три есть момента. Во всех людях одинаковые. Все остальное может быть разным. Первое. Все племена, люди верят, что был потоп. Откуда это у них? Потоп был. Все утонули. Ну, у нас тут гора была, мы там поднялись, на горе были. Это как, ну, где-то там у Дятлова. Ну, все равно. И второе. Год разный. Начинается в России было с сентября, потом на март перевели. А неделя у всех одинаковые, семь дней. Две тысячи восемьсот девяносто шесть языков, национальности, у всех семидневно. Второй пункт. И третий. Все верят, что будет суд Божий. Что за все придется отвечать. А почему? А об этом говорит апостол Павел в послании Крым, Мобиаты, одиннадцатой главы. Так описания не было. Совесть первичнее. Писание, первичнее Евангелие, говорит Иоанн Блатовус. Когда не было-то, совесть то оправдывала, то обвиняла его. А откуда она, происхождение? Бессовестный человек, это страшно сказать. Просто так, без причины сказать нельзя. Бессовестный, то есть он ни отца, ни мать не посчитает, сквернословит. Он делает все наоборот. Я говорю только о том, что мы видим конкретно. Мы в тайном обществе живем. Если столько наций. Но русский человек какое место занимает? Я немного буду говорить, но вы сами определите. Когда другое государство захватывает и всех делает рабами, кто освободит? А сколько такого было? Чингисхэм был. Это сколько лет? Терпели. И наконец-то, хватили-то, до самого Ватикана дошли. Россия. Мамаев придет, разобьет все. И Мамаев туда конец. Голорой какой был. Тоже туда. Наполеон дошел до Москвы, сжег ее и с этим закончил. Теперь на острове Лени будет вспоминать, кем он был. Почему? Русского человека не трогай. Еще Бисмарк говорил об этом. Гитлер не послушался. Всю Европу положил под ноги. Всем объявил войну. Какая война? Везде надо. Близц крик, блистательным, как молния. Дошел до Москвы. Уже рассматривали Ивана Великого колокольню рядом. Все кончилось. Повернули назад. И Нюрнбергский процесс. Я показываю, почему у русского человека особая миссия. Я много выступал среди разных организаций. В пяти университетах, в 13 школах, во всех отделах милиции, во всех воинских частях Алтайского края. И везде задавал вопрос. Вот у вас этот рекорд, что он означает? Ни один не мог ответить. А по интернету у меня связи миллионные. Только на одном канале у меня 83 миллиона просмотров. Ни один не знает. А я работал на плоти, знаю, у каждой страны есть флаг. И он дает объяснение. Вот Америка. И там Штаты, звездочки. В Англии волнистая синяя, а она владыча Самарей. У русских три цвета. Красный, синий, белый. Но красный, синий, белый, он был уже. Но только был в таком порядке. Красная, рядом синяя, рядом белая. Мастельеза, Франция. Это говорит. Я расшифровываю. Нигде не прочитал по сей день. Я просто молился и просил, Господи, мы хожу и встречаемся, не знаю, можно ли узнать. И вот встал утром и стал объяснять. И ни одного человека у меня еще не было, ну за 30 лет, который бы сказал, я опровергаю. Нет. Ну что-то так просто. Просто. Человек рождается в крови. Найдите рождение ребенка, чтобы крови не было. И найдите жизнь такую безбедную, чтобы не сражались, до смерти не было бы. Вот первая полоса, вот такая, такая. Дальше. В Колоссином, просчитайте третья глава. Первый, второй стих дома, просчитайте. Если вы верите, что Христос воскрес, помышляйте о небесном. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. И третье, великий белый престол. 20 глава Откровения, считаем, говорит. И бежало это из своего неба и земля. И синий и красный убежало. Игра в таком порядке. Родился, думая о небе, поднимая глаза к небу. Наш флаг единственный, который пригоден для любой религии. Вне конфессиональной, вневременной, вненациональной. Я хотел бы, чтобы кто-то из грамотных людей воспротивился по-своему на короткое время. Дал обоснование, что это не так. Вот в Украине там желтый свет, я спрашиваю. Я разговаривал с людьми. Потому что все страны объехали. И старался конкретно узнать, что он означает. Ну, это у нас тут подсолнухов много. Подсолнухов, это цель. Да подсолнухи не растут на севере. Их нету там. А это для всех. Так, немцы там, арабы здесь внизу, Африка. Всем этот флаг подходит. На все времена. Вневременный. И когда вы видите, флаг у нас висит, это не просто так. Это живая проповедь. Российский флаг, живая проповедь. Представьте, я все это говорил в университетах, по телевидению, по радио. Сколько Господь глаза открыл. А теперь, знаете, раз нам это вверено, от русских людей вы можете получить самое чистое евангельское учение. Православие. И мы сейчас посмотрим, какие тайны Бог скрывает от всего мира, если они не знают православной веры. Если они не знакомы с Библией. Пожалуйста, просчитай дальше. Марка 4. И сказал им, вам дано узнать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Вот какие мы, нам давно. И нас Бог сказал избранным. Так еще себе мыслить, что избранным. А не избранным я бы тут не стоял. Много званых, но мало избранных. Избранные, кому Бог открыл эти тайны. И мы эти тайны все знаем как? Через своих отцов. Патрология мини, 300 томов толкования. В первую очередь, самый плодовитый из них был, конечно, Иоанн Златоуст. Василий Великий, Григорий Болгослов, Григорий Низкий. Там Назианзин. И считая все это, я начитывал на пленку. Ну, конечно, за все не запомнишь. А потом знакомился с разными учениями. Я полностью прошел мусульманское учение, книги, которые называют главными где-то. И попытался жить. Вот. Я сегодня мусульманин. Все, что я знаю, буду делать как. Неделя проходит, я бежу человеческая. Я похожу на работу, у меня с собой два томика Ленина. По порядку, я буду сегодня жить, как он говорит, человеческое. Это легко очень понять. Как только Библию я получил в руки 27 сентября 1962 году в 17.00. С первой минуты я понял, это откровение Божие, божественное, неподражаемое. И мы сейчас это имеем, у нас открыты книги здесь. И мы сейчас будем приближаться к самой великой тайне. Вот, допустим, случилась эта беда. Сегодня уже, говорят, не 40 человек расстреляли, а 70. И больше сотни раненых. И выступил президент Российской Федерации. Сегодняшний день объявлен трауром во всей стране. Вы это знаете. Так, никаких прясок, ничего не было, чтобы не... Благодарите Бога. Он правильно все сказал. Тут ничего не скажешь. Поскорбеть. Сколько люди, простые, миряне там приходили, кровь отдавали. Много лежит. Больше сотни. И уже поймали, дескать, их 11 человек. Подняли на ноги все. И кто помогал только. И показывают их. Ну, мне говорят, это подстава такая. Не знаю. Президент сказал, без наказания ни один не останется. И все стремились обратно попасть туда, где военная операция. Там сделали канал, по которому они могли пройти. Я знаком с этим. Мне нельзя не знакомиться, потому что это входит в эту тему. Тайно. Что они хотели? Вчера показывают, как уже допрашивают. С какой целью? Ну, мне сказали, деньги там дадут сколько-то. И что? Задача была, чем больше людей убьешь, тем лучше. Дали оружие. И сразу они ворвались там. А в зале-то было не один, не два, почти 7 тысяч человек. И подожгли. Это событие прям горячее, сегодняшнее. Хотели бы знать эту тайну? Да. Власти сейчас многое дали бы, чтобы не догадываться. Бывает, что и плененые обманывают людей. Тайна. Ты узнаешь сначала тайну своей жизни. Я вот в интернете, когда разговариваю с кем, ты скажи, какая у тебя цель жизни? Цель жизни должна быть такая, которая не противоречит Библии. И должна быть достигнута в любом варианте. Вот, допустим, стол. Вот стул. Каждый день мы идем там, в конце, в последний день. Но каждый день с края я могу оборваться, задавить машины, землетрясения, упал камень. Каждый день мы со смертью, говорит, рядом идем. Смерть, говорит, не за горами, а за плечами. Когда не знаем. Это тайна. Мы только посмотрим, какие тайны мы в себе носим. И даже не знаем этого. Человеку простой вопрос, ты как задашься, скажи, у тебя для чего глаза? Для чего? Смотреть. А что важнее? Зрение или слух? Зрение, ясно. В слове Божьем наоборот. Вера от слышания, не от видения. По делам их не поступайте, что они делают священники архиереи. Папы римские там нет. Слово Божье. Слышание от Слова Божьего. Слово Божьим называется в мире только одна книга. Она называется Священным Писанием и Святая Библия. Она перед нами. Это тайна. Эту тайну мы будем приоткрывать через эту книгу. В Библии ответы даны абсолютно на все вопросы. Я рассказывал, уже вы слышали, что я вел встречи в Академгородке. Не то на горах, которые Ломоносовские в Москве. Здесь, в Сибири, главный центр, который изобретение и прочее. Я сказал, у меня Библия. Она отвечает на все вопросы. Одни академики, профессора, там кандидаты. Огромный зал. И только один сказал, а я не согласен. Я говорю, если я три вопроса вам отвечу по Библии, любой политика, экономика, социология, что угодно, я скажу, какая глава, какой стих. Но вы перед народом попросите прощения, что вы ошиблись. Согласен. Ну, когда задал вопрос, я первый, сразу ему ответил два места Писания. Возражений нет? Нет. Второй вопрос, там сколько? 18 мест пришлось. Я процитировал. Он первый раз слышал. А третий из откровения просто ответил. И он встал и говорит, я был не прав. И вышел. Я говорю, почему? После спрашивал. А у него, говорит, Библия в руках была. Он к баптистам ходит. Ученый этот-то. Он многое знает, но никак он не ожидал этого. Вот тайна. Я был в армии. Скажу, в армии я был. Я еще не встретил ни у кого, кто ему подал такое место, где такая тайна. Уходя, вот мне пришлось быть даже на ремонте подводных лодок, военной лодки. Ну, там деталь ты не утащишь. Но специальное покрытие делается краска. И эта краска настолько ценна для государства, что даже одну каплю нельзя вынести. И поэтому дают тебе, там, одежду, ты снял все, так с собой нигде там, не мазнул себя, нет. А куда я мазуху даю на Камчатке-то? Ну, они выполняли все. Чтобы ее от свечи не могли найти. Краска отшибает, не работает на нем электроника. Вот возьмите Фарадей. Однажды он держал магнит, два магнита. И проволока скручена. Положил, она повернулась. Он опешил. Я не трогал ее. Взял, она опять повернулась. А отчего? Он не мог понять. И до самой смерти не мог понять. И тряхнулся умом. А теперь-то все электричество мы включаем. А как оно получается-то? Это за счет этого магнита. И за счет, который повороты там делает она. Вот в чем дело-то. Это тайна. Электричество для нас тайной. Ни один не объяснит его происхождение. Почему? Считаем дальше. Марка 14.22. Мы приближаемся к раскрытию тайны. 14.22. И когда они ели, Иисус, взяв хлев, благословил, преломил, дал и сказал, «Приимите, едите, все есть тело мое». И когда христиан спрашивали, вы тело принимаете, да? И тогда перед всем миром показывали, это людоеды. Смотрите кто. И потом в римском пантеоне насчитывалось 500 разных божеств. Христианам предложили отдельную нишу. Ставьте образ своего Христа и поклоняйтесь. Но христиане сказали, все 500 божеств, демоны, приносящие идолам жертвы, приносят бесам. А я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Апостол Павел говорит. И все 500 религий, даже очень мирных, объявили войну христианам. Ни одной не осталось. Христианство сегодня исповедует не просто 2 миллиарда, 455 миллионов, а всего 8 миллиардов на земле. Ну, признают Христа, что он был, а живут по-христиански, которые 0,3 процента. Это уже доказано. Дальше. Римлянам 2,16. Тайна. Мы приближаемся к причастию. Тайна. Как это может быть? Без священника хоть сколько ты хлеба преломляй, хоть сколько вина пей, остается минут. Это кровь. Самая натуральная кровь. А почему вижу так? Иначе человек не стал бы пить. Видите, какая тайна приоткрывается. Поэтому о ней мы должны хорошо знать. Не нужно не говорить. Считаю. В день, когда по благоествованию моему, Бог будет судить тайны дела человеков через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Не через какого-то другого, который вождь или основатель религии. И это последний день никто не знает. Я отвечаю на все вопросы. Кроме одного. Все сразу. Ах, какой нельзя? Он думает о нем. Когда будет последний день? Этого не знал даже на земле Сын Человеческий. Христос по человечеству. Об этом Марк говорит. Никто не знает. Но события, которые перед этим будут, ясно так. Ну, допустим, я стою. Вот, передо мной брат. Ну, по смыслу-то, кто должен первого умереть-то? А если еще на руках держит это ребенка, она и сравнить с бабушкой какой. Ну, кто раньше умрет? А никто не знает. Бывает так, что... Вот сейчас их отпраздновали один артист есть в России, которому исполнилось 100 лет и выглядит прекрасно. Ну, это один пока такой. А обычно они там 39-40 и переживания. Дальше. Значит, тайна, запомните, не открывалась и не... Ни ангелы никто не знает. Ангелы не знают. Последний день. Но события, которые мы смело можем говорить. Вот сейчас денежная система исчезает. Все будет в чипе. Все данные. А сегодня вот такой вот чип, и там хватит всю библиотеку загнать туда. И уже показывает, как чипирует. Подошел со счета... Ну, когда еду-то... Это же показывают сегодня. Под печатком другим. А это здесь. Все. Есть у тебя наличие. Ищет тебя государство. Они двери захлопнулись. Ты взяты. Здорово. Но мы должны знать, что придет знак 666. Будьте очень осторожны. Боялись ИНН. ИНН... Ну, это... Это просто ступени, идущие к этому. Деньги исчезают. Второе. Сумеют договориться. 10 государств будет на земле. Три не покорятся. Семеро покорятся. Чтобы было одно государство в мире. И воевать не с кем. Какая умная идея это. Но это все ставили масоны своей целью. И они подошли к этому. Я когда спрашиваю людей. Ну, если одно государство, должна быть одна столица. Все да. Я говорю, какая? Москва. Я в Москве говорю. Откровение 17-18 глава. Дым до неба. Иерусалим. Да какой город это там? Иерусалим. Они говорят, Ирушалайм. Шмай из Траэ. Слушай Израиль, как они говорят. И будет один правитель. Его нет. Но он рядом. Прямо рядом. Уже дыхание слышно. Выразимся так. И он будет старствовать ровно 3,5 года. Или в другом месте 42 месяца. И при нем сойдут два пророка с неба. Православные считают Иноха Илья. И будут проповедовать 1260 дней. До одного дня. И он их убьет. И трупы их бросит. На улицах Иерусалима. И все правители будут поздравлять друг друга. Наконец-то избавились. Но они вот станут живые. И на облаках будут вознесены. Это то, что дальше будет. Поэтому народ Божий должен приготовиться. Мы не знаем. Но признаки старения мира. Мир не видит Христа. Мир его не знает. Начнешь говорить он. Что попало городят? И думаешь, а зачем тогда люди живут? А я Бога не признаю. А я атеист. Я агностик. Ну, разная. Разные-разные религии. А что не по Евангелию. Это Галатам. 1 глава 8-9 стих. Будет приносить другое учение. Анафима. Херем. Проклятие. И поэтому никуда не склоняйся. Священное Писание. А вот недавно одна никого не спрашивала. И вышла за мусульманину. Она должна принять их веру. Ну, сестра, ну что? Хоть что-то сделайте. Мы молились. Господь не услышал. Услышал, но не дал. Я каждый день, получая известия от людей, которые через нашу работу в интернете приходят ко Христу. Совершенно незнакомые. Бывают из другой религии. Вот сегодня только. Я с утром встал, включил. Новый человек пришел. Его проверяют у нас. А потом в сообщество принимают. И сколько их пришло? Один Бог знает. А почему? Мои заслуги никакой нет. Это делает Господь. Духом Святым. Родиться свыше. Что это? У православных вообще тайна. А что такое быть Вадимом? Духом Святым. И считаем Римлянам 8-9. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Как так? Так я ходил в храм, причащался. Духа Христова не имеет, он не его. Без Духа Святого причащаются. Кто не причащался? Священник стоит и кричит. Это написано в Писании. Многие, Господь говорит, которые придут. Отойдите, проклятые вагони вечные. Я никогда не знал вас. Вот если это принять, это я. Это мне Господь говорит. Уже таким быть, которым я сегодня уже никак не хочу. Господи, покажи. Нам вот Господь позволил все это иметь и говорить. Каноны церкви. Ни одного канона не выбрось. Святые отцы, не предберегая ими, это слишком дорого обойдется. Житие святых это 1172 биографии. Я их начитывал. И скажу, что по Евангелию даже одного процента нет. Поминайте наставников. 13 глава, 7 стих, послание к евреям. Если поминать, это и канонизировать, как понимают. Нет никого. Забился где-то. А Господь в последние слова какие говорит 16-15 марка. Идите по всему миру. Все. Жены, дети. И проповедуйте Евангелие всей твари. А я не имею таланта. Там не сказано, кто не имеет таланта. Иди, опыт приходит от работы. Ты не знаешь, какие у тебя таланты. Я в начале детского лагеря, 45 лет. Не раз встречался с детьми, которые талант раскрыли прямо в лагере и заплакали. А я и не знал, что я это умею. Он не знает. В общем, родители совсем ими не занимаются. Сегодня нам Господь открывает великую тайну. Дальше. 2.16 Прочитали. Прочитали? 11.25 Послание считаем кремленам. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Это тайна. Вот смотрите, я маленькие вопросы задаю, которые в Германии, уже когда пришел к власти Адольф Алоизович Гитлер, были люди-коммунисты. Эрд Стельман. Его в стюрьму сажают. Он сидит. Некоторые коммунисты отсидели, вышли. Евреи ни один не поднимался. В люльке буквально всех уничтожали. Я спрашиваю, за что? Логики-то никакой нету. А почему? Потому что миром владеть будет еврейский народ. Не немецкий. А они говорят, тысячелетие царства. Так переводят. Нет его тысячелетнего царства. 13 лет он сошел с арены. Он коснулся неприкосновенного. 12-3 бытия считаем к еврейскому народу неприкасаемый. Если ты его благословляешь, а ты благословляй. Господи, да обратятся они, что неправильно распяли Христа. Пусть уверуют в него. Проси милости Божьей. Полюби этот народ. А кто проклинает, будет проклят. Ошибка главной его была, Адольфа. Он коснулся неприкасаемого. Я говорил неоднократно, и в интернете, и везде. У него все идет как надо. Как только началось вот это, вот. Там Геннер Гимнер больше всего творил у него. Брали где все в печь. Сжигали. И сами будут сожжены. Повесят, а потом сожгут. Что посеют, то и пожнут. 14-24. Кремленным считаем. Вы только, знаете, я когда даже напечатанно, если бы читал, у человека может мысль возникнуть, правильно или неправильно. Библия открыта. Считает человек, который не знал, что я ему сегодня открою это. Могущему же утвердить вас по благоествованию моему и проповеди Иисуса Христа. По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано. От вечных времен. Дьявол был на небе. Это Люцифер. Он не знал. Ты сын Божий. Сойди, если ты сын Божий. Он сомневался. Падший, поклонись мне, Господь, написано, написано. А какая тайна? Тайна то, что второе лицо Троицы. Каким образом? Дева Мария примет и родится Бога человек. Это тайна сокрытая. Иисус умер за грехи людей. Вот я когда спрашиваю, с мусульманами даже беседую, с буддистами. Ну вы признаете, что грешник? Да как избавиться? Ну, добрые дела надо делать. Я тогда говорю, мы на море с тобой работаем. Волной нас вышибло. Корабль вижу, уже топовые огни горят за горизонтом. Подходит. А мы с тобой сейчас пять минут. Ледяная Балтика. И мы пойдем ко дну. Что надо делать? Добро, Ахмат. Какое добро? Он не знает. А я верил во Христа. Мой грех он взял. У веры во Христа. И он сейчас себе здесь, на этих волнах, за пять минут примет тебя. Как разбойник будешь в раю. Мне приходилось разговаривать. Потому что мы на море. Я с ним разговариваю. Говорят, удобно беседовать у гроба. Самое неудобное у гроба как раз. Только люди думают, когда закопать, да лапшины есть и досыта. Совсем другая мысль. Начнешь говорить, куда похоронить, по-человечески. Мы сделаем все как надо, как не надо. Запомните, за гробом нет покаяния, приемлемого Отцом Ебесным. Нет покаяния за гробом. А люди так думают, тебя много, богатся, раздам. У него пять братьев было, говорит. Скажи, пошли туда, Лазаря. Он поможет, а то Лазар, который сегодня в Москве. Скажи, не получится. У них есть Моисей, Тора, пять книг. И пророки. Но пророки, потому что Нового Завета еще не было. Пусть слушают их. Поэтому слушайте внимательно. У нас слушает он, сестер, крепко, на несколько слоев материи. Ну, смотрите, слушайте, чтобы не мимо прошло. Дальше. Первое, Коринфянам 2,7. Мы уже касаемся великой тайны, которую Бог сокрыл веками, тысячелетия. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую прежде назначил Бог, прежде веков, к славе нашей. Видите, какая-то. А знали, что тайна? Не знали даже. Возмездие за грех, смерть. 6,23 климата. Смерть. Смерть. Не то, что ты там на баране поехал и раздал кому-то барана, заколол. Нет. Курбан-байрам там тебе не поможет. Он взял грехи мира. Вот человек сидит, не выйдешь, пока последний, говорит, кадран-то не отдашь. И кто-то подошел богаче и сказал, я плачу за него. Пожалуйста, забирай его. Заплатил деньги. И так и здесь. Мы приговоренные все. Я вот когда разговариваю, а что я особенного сделал? Я ничего особенного не сделал. Меня Бог от многого спас, что мои друзья, товарищи там делали. Но меня никто не мог убедить, что я могу спастись. Я видел иконы в доме. Я знал, что я буду гореть в аду. Моя совесть меня не обманывала в этом вопросе. Я не такой, как есть. Я не готов. Но что Христос умер за мере, я узнал. 23 года мне было. И говорят, хотели бы что-то. Вот там поздно, как сейчас ты говоришь. Какие вопросы Богу задавать будешь? Никаких. Вопросы Он будет задавать. А на земле хотели бы что-то повторить? Хотел бы. Но только чтобы знание мое с детских лет было о Христе и Библии в руках. Вы это все имеете, дети. Покажите, какие ваши дети счастливые. Они о Христе с детства узнали. Они услышали. Но отдали ли сердце? Родились ли свыше? Человеческая природа родительская перешла в духовное, в небесное. Это место очень интересное. Еще раз, прощи, брат. Первое, Кринс, на 2,7. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Тайную. Притом тайной. Это тайна самая великая. И сокровенная. Дьявол ничего не мог узнать. Люди не могли. Сколько религий. Даже высказать нельзя. Миллиарды людей. Умерло уже 100 миллиардов. Там такие ученщи были, как Исаак Ньютон, там Павлов. Закрыто все. Без Слова Божия. Вера от слышания, слышание Слова Божия. Бог открыл эту тайну. И дева-то, она тоже, что Дух Святой найдет для тебя, а как я, будет, когда я мужа не знаю. Она разбиралась в этом деле, что зачатие тебе идет не просто от чего-то, а надо противоположный пол. Это так в Евангелии написано. Дух Святой найдет на тебя. Ее надо было перебить. Ну все, да будет по слову твоему. Вот это мы должны говорить. Не знаю, не понимаю, да будет по слову твоему. Хотя по твоему с маленькой буквы. По слову ангела. Дальше. 14.24. Первое Коринфянам просчитали. 14.25. Первое Коринфянам. 14.25. Проникать будем в эту тайну. Какую цель Бог поставил. Имеем право эту тайну другим открывать. И таким образом тайное сердце его обнаруживается. И он падет в ниц. Поклонится Богу и скажет. Истина с вами Бога. То есть это кто-то войдет. И у вас в собрании звучит проповедь. Или по интернету. Его совесть обличит. Ко мне заезжал. Один отдыхал. Человек. Он тогда был. Как их называли. Комсомольская ячейка. Какой-то заведовал. Старший был. Вот. И он пришел как-то. Ну православный. Я заходил. Говорит. Храм ничего не было. А тут. Баптистом. Зашел. Зачем. Не знаю. Кто-то на работе там наверное был. И вот говорит. Когда стал проповедник говорить. Я говорю. Жон про меня рассказывать. Я потихоньку налево посмотрел. Направо. Думаю. На меня все сейчас воззрыли. Даже никто не смотрит. А как он про меня все узнал. Ко мне заехал. Бог знает. Он говорил о душе человеческой. О ее противлении истине. Ему пришлось разъяснить эти слова. Которые он услышал. Которые обличили. И здесь говорит. Если он к нам православный зайдет человек. Он ничего не поймет. Он не знает. Ведь первое-то христиане сейчас. Взять давайте. Ты хочешь первым христианам. Которые со Христом были. Которые выше на проповедь. Все говорят. Да. Но ведь там по другому все. Там нет отдельных храмов. Алтарей. Престола. Нет этого. Ты что сейчас видишь. Священие. Кризы. Нет этого. Там ничего этого нет. Почему такой успех у протестантов. Они все это отстранили. И прямо выходят и проповедуют. Ну и там дальше говорить не надо. Куда они зашли. Православие это истина. Но мы должны знать. Это не главное. Главное это служение Христу. Веровать во Христа. Получить рождение свыше. Из Бога избран еврейский народ. И Никодим пришел ночью. Он не вытерпел. Какие он делает. Делах Господь. Говорит. Таких дел никто не делает. Ну. Когда мне это говорят. Хочется сказать. А Господь отвечает. Не по теме. И говорит. Надо бы народиться свыше. Вы помните. Что это говорит. Третья глава. Центральная глава. Гибели человека. Бытие. И центральная глава. Глава спасения. Третья глава. В Евангелии от Иоанна. Господь сказал. Надо бы народиться свыше. Как? Неужели я в утробу матери. То есть. Это учитель Израилев. Он не знает. Он говорит вещи. Ну. Ясно что несуразные. Но знает что Христос может. Он думает. Сделает маленьким. Но она снова меня родит. В утробу матери. Если войти. То есть. Мысль то какая у него была. А чего? Духа Святого. И когда Бог дает тебе это рождение. Это только первый шаг. У нас некоторые принимают крещение. Приезжают. Ну. Проверяют. Там все отвечает правильно. А потом подходит. А что теперь будет? Это первый шаг. Вот когда ты полюбишь Господа. Как невеста жениха. Ты не будешь с ней советоваться. Она все будет знать. А почему? Потому что это в природе человеческой. Заложено. Признать над собой владычество. Творца своего. Что он мной руководил. Я чтоб слышал его голос. Мы каждый день молимся. Почему? Быть Вадимом Духом Святым. Когда спрашивали. Главная цель жизни. Спасти душу свою. Правильный ответ. Ну. Матавилов. Николай Александрович. Так. И Александр Николаевич. Он не находил удовлетворения. И тогда к Серафиму Саровскому. Когда пришел. Он говорит. В чадо мое. Главная цель. Стяжание Духа Святого. Понимаете. Так это надо. Слово стяжание объяснить. А потом я. Ну я согласен. Стяжание. А куда пойти надо? Да никуда. А тут ничего такого нету. Стяжание. Все делать в Духе Святом. И вот сейчас допустим. Случилась такая авария. Там расстрелы людей. Какое твое участие? А вы объединились с два-три человека. И начинайте вместе молиться. Где двое или трое. А мы здесь будем молиться. Господи. Коснись сердец этих людей. Которые столько зла сотворили. И тех, которые ловят. Умудри их. И тот, кто руководит ими. Умудри их. Господи. Потому что смотрите. Какая горячая тема. И все тайно. 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 И все. Мы виновны. Почему нас во всем мире ненавидят. Говорит так. Говорят русских. Не русских. Без божества. Даже. Когда едут люди на какие-то важные курорты. Один вопрос только задают. Где там покупают. Говорят. А русские там будут? Если будут. Говорят. В другое место поеду. Он приезжает обязательно. В первое же день. Чтобы пять жен было. Дальше. Случилось. Говорят. Цунами показывает. Когда цунами. Это несет. Разбито все. Он встал. Посмотрел. Это мы за ночь так дрались. Он не поймет. Что катастрофа была. Это уже смеются над ними. Ломает все. Что перед ним есть. А я богатый. Я заплачу. Это о русских мнение такое. А мы должны повернуть по другому. И показать. Где русские. Там тишина. Там радость. Там спасение. Там удовлетворение. Там голодным ты не будешь. Какая миссия в нас заложена. Духом святым. И дальше. 15.51. Мы считаем первое. Каринфин. У кого-то ибре есть. Открывайте. 51. Говорю вам тайну. Не все мы умрем. Но все изменимся. Когда Господь придет. Мы не все умрем. Некоторые прямо сразу перейдут в другое состояние. А какое состояние? Тела нетленные. И только у Даниила написано. Перед престолом Божьим протекает огненная река. Нигде больше не написано. Но если бы не Ефрем Сирин. Не знал бы. Вот что она. Означает. Всем придется пройти через эту реку. И праведней как золото. Как солнце засияет. А грешник выйдет. Как головняй на день. Убийца. Развратник. Корыстолюбец. Клятва преступник. Вот что впереди еще будет. Мировая история. Придет к концу. И все часы мира остановятся. Дох. Сотворения мира часов не было. И здесь нет. У меня тоже это тайно. Я не могу. Почему часы измеряются 60 минут. Не 50. Не 100. И почему в минуте 60 секунд. Я никак не могу понять этого. По сей день. Ну почему именно так. Почему в сутки измеряются 24 часа. Их можно сделать 240. 20. 24. Так никто не может ответить. Какие цифры-то. 60. 24. Где. На 24 можно понять. Не 12 часов в одни. Говорит. Евангелие. А относительно секунд. 60. Нигде нету. И дальше. И в Ефесянам 3.9. Тайно. Не все умрут. Если мы доживем. Изменимся сразу. Будем вознесены к нему. И открыть всем. В чем состоит домостроительство тайны. Сокрывавшуюся от вечности в Боге. Создавшим все Иисусом Христом. Видите. Тайна такая. Первое. Слышат. Вот начнешь говорить. Когда в интернете. А вы скажите. Кто первого веровал. Я уже знаю. Это армяне. У них больше ничего нет. Лежат там. Не трезвые. Но знают. Они первые в мире приняли Христа. Я говорю. Вы были в Иерусалиме. Когда Христос был. Он не понимает ничего. Я говорю. Вы в Ереване. В библиотеке национальной. Мои 38 томов. Считайте. Бог вам откроет глаза. А как? Евреи. Бог же Матерь. По плоти еврей. Как Христос по плоти еврей. Апостолы евреи. А от них. Лука. Кто-то есть. Елен. Елены. Это греки. От них. Ну вы-то в четвертом веке приняли. В четвертом. А мы-то уже в десятом. Но все равно нас Господь не обошел. Дальше. Шестая глава. Девятнадцатый стих. Ефесянам читаем. Заметьте-ка. Все говорят об этой тайне. Сокрытой. Она нигде не публиковалась. Потому что первые уверуют евреи. А потом. А потом как говорит. И проповедовали евреям. А язычникам не проповедовали. И апостол. Когда Павел. Все это. Такое случилось. И даже когда Корнилию было видение. И Петра позвать. Он пошел. И Петр пошел не один. А с собой взял шесть человек. И когда пришло время. Его стали упрекать. И говорят. Ты ходил к язычникам и ел с ними. Он говорит. Они Духа Святого приняли. Они заговорили на их языках. Ответ какой. Дух Святой. Стяжание Духа Святого проявляется в водительстве Духом Святым. Я как мог отказать. И тогда кое-как. Наверное. И их признал. Уже сколько проходят. И не верят. Что евреи. Это домостоятельство. В домостоятельство на небе перегородки между ангелами и человеком не будет. А человек это посредищество. Звери, птицы. Все остальное. Только-только. Мы же как мошкара на земле. Писание так и говорит. А у нас и душа. И тело. Да мало ли это еще упоминается о Духе. То есть нашем настроении. Дальше. Колоссиным 4.3. Не прочитали еще. 6.19. Мы прочитали? Нет. Давай. Я мне. Дабы мне дано было слово. Устами моими открыто с дерзновением. Возвещать тайну благоествования. Видите? Павел, апостол, молитесь, чтобы мне дано было эту тайну. Почему? Евреи, когда узнали, что он говорит язычникам неба. Язычникам неба убить его. Не просто убить, а 40 человек. Видимо, друзья, близкие, военные отслужили. Спецназ особый. Не пить и не есть, пока его не зарежем. Как так, евреи? Небо, Бог еврейский. Поэтому, которые язычники сейчас в России, они говорят, вы поклоняйтесь Богу еврейскому. А мы, патриоты Родины своей, говорят, ты жертву приносишь кому-нибудь? А что это такое? Значит, ты ничего не знаешь. Ну, назови Бог. Когда ты умолился твоему Богу? Никогда. А мы только сейчас молились. Сейчас в храм пойдем. Наш Бог живой. Он отвечает на молитвы. Когда станешь говорить человеку, он... Да не может быть. Может быть. И сегодня он отвечает. И он знает, как это сделать. В колоссе нам 4.3. Вы немало не сомневайтесь, что Господь нас слышит и видит. И здесь ангелы присутствуют. И злые духи, но им ничего не достанется здесь. В колоссе нам 4.3. Молитесь так же и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова. Возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. В узах тайну. Это мы привыкли. Я буду говорить русские, спасутся. Тогда евреи меня сразу бы убрали. Тайну. Молитесь обо мне, Павел говорит. Это была такая тайна, о которой нельзя было говорить. Сегодня для нас нет этого. Мы в интернете выставляем Библию. Я насчитал ее. 12 тому Златоуста. Мы прямо в открытую говорим. И где бы мы ни были, говорим об этом. И я тут сколько свидетельствовал. Местная газета «Алтайская правда», «Свободный курс». Все печатали. Мои стихи тут. Есть у нас первый университет Алтайский государственный. И у меня близкий был главный редактор. Владимир Федорович. Он обратился и стал редактором местной Алтайской миссии. Его ребенок у нас был. Клименко его фамилия. И он уверовал. И он помогал мне издавать отдельные листики. Крещение. Газета издается 999 экземпляров. Это 1 тысяча. А про вкладыш они не сказали ничего. Я сразу заказываю 25 тысяч. Плачу ему и оттуда сладу уношу. И мы в город буквально засыпали везде. Ходили. В день около 100 квартир обходили. Кто, как пришел, мы не знаем. Но мы сеяли очень обильно. Говорили. Я как-то в трамвайе стоял. Сидел с ним разговаривал. Сзади женщина одна. Вы не здесь продолжаете говорить о Христе. Я говорю, а вы кто? А я в соседней с вами аудитории веду занятия. У нас 410-е. У меня там 411-е. Вот как Бог делает. Какая радость знать Бога. И свидетельствует. У тебя практически немереное число друзей. Во всем мире. Второе в Санякинском 2-7. Посмотрите, сколько раз Павел говорит. Молите, чтобы тайну возвестить. Чтобы Бог укрепил меня. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удерживающаяся тебе. Понимаете так. Удерживающаяся теперь. Это Николай II. Когда будет он взят. Люди, которые державники-то. Его нету. И что? При нем как было? По вере, это был самый лучший царь в России. А по господству самый негодный. Да разве Петр I допустил бы революцию? Иван Грозный-то. Мы советуем. Ну и больше 2000. Повершая декабристов. И 200 лет слова революция в России не возникнет. А он не прикоснулся никому. Они убегали сколько раз. Там Джугашвили и другие. Ульянов. И поэта должны знать. Мы молимся, чтобы он нам помог, укрепил. Он канонизирован вместе с семьей. Я разговаривал с людьми, которые имеют власть уничтожать людей. С органами. За что этих девушек? Они девственницы. За что их расстреляли? Ну это перегиб был. Ну мальчишка-то 14-летний. 16 лет он бы умер. Гомоперевили, как называют там у врачей. Несвертывание крови. Итак. 1 Тимофею 3.16. Интересно. Иоанна 3.16. Главное стих Библии. Библия в миниатюре. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нее погиб, но имел жизнь вечную. Дальше. И 1 Тимофею 3.16. И беспрокословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3.6. Вот сколько ступеней тайны сегодня нам открывается. Поняли, какой сегодня у нас чудный день. Бог открыл тайну, и при том по ступеням. И это не все. И еще сейчас немножко прочитаем. Откровение 17.6.7. Я, заметьте, никогда, ни разу в начале сказать стих с Откровения не беру. Почему? Я не могу сказать это, но святые отцы слишком где-то в 4 веке только начали утолковать. И поэтому приноравлюсь к этому. А дальше пользуется все. Она 85-е апостольское правило, там, в Карпагенский собор, все одобрили. Откровение 17 глава 6-7 стих. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне, ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять трогов. Семь голов на семи холмах. Глинка писал, Москва, семи холмовая. Это открытая тайна. И гибели ее. Это не моя придумка какая-то определенная. Я разговаривал с очень большими людьми, которые не согласны были. Я говорю, давайте по признакам посмотрим, какие у этой жены. И найдем ее кровь святых. Где кровью больше пролито было? Ну, тут уж, говорит, ничего не скажешь. Тут тогда все отразится от своих мыслей. А то, ну, там находятся три города. Аман, кажется, Вашингтон, который на семи холмах, на семи горах. Ну, а то, что здесь все... Америка, она никого не обогатила. Она только грабит и тянет. Вот Россия, когда перестройка-то была, а другие страны-то, они не даром были. И миллиарды, прощенные все были миллиарными. Там триллионы были прощенные этих долларов. Самая богатая страна и самая бедная почти что. Мы по медицинскому обслуживанию на втором месте от края находимся. Как это? И вот об этом президент как раз и сказал, что все это разбираться надо. И помолитесь, чтобы дал ему Бог найти этих, которые... Чтобы каждый год сто миллиардеров не появлялось у нас в стране. Пенсии не хватает, и надо рассчитаться даже за квартиру. Насильно пересаживать, перевозить другую. Нигде-то это наша страна. И мы должны знать эту боль. Конкретный человек, который может сделать... Вот я хочу посмотреть еще, но просто не успел. Тут фотографии есть, когда дом передавали, и был в Слуцке. И у него буква «Эл» стоит. И которые четыре претендовали на президентское, ну, образно сказать-то. Слуцки на «Эл», а он имуществом заведовал. Если это он, то и о нем помолиться. Это наш алтайский. И чтобы он... А в Алтае одна из самых низких зарплат. Это сегодня говорят, в каком городе люди едут в Москву, куда на заработки. Так. Еще прочитаем Иова. Знаете, батюшка был бы, ничего бы так еще бы были здесь. 11 глава, 5-6 стих. Иова. Но если бы Бог возглаголовал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое большее следовало бы понести. И так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвение. Это в Ветхом Завете. Это люди, которые обвиняли Иова, которым Бог похвалился перед сатаной. Видел, раба моего Иова, какой он праведный. А они говорят, если Бог открыл твою тайную жизнь, что ты делаешь-то? Тебе бы в два раза больше надо было. Поэтому мы друг от друга тайна. Перед людьми мы выглядим такие. Некоторые едут в одном монастыре, один грех она свалит. В другой монастырь, в другой, чтобы сразу кто исповедует, чтобы не упал в обморок. Мать подошла одна и говорит, это Юрасов Амбросий, архимандрит. И говорит, там моя дочь исповедовала, она такая у меня девушка, она ни с кем не знает. Я стала исповедовать, говорит, у нее уже четыре аборта. А для матери она красавица, Настенька и все. Мы тайны друг для друга, тем более в грехах. И дальше. Ну, в общем-то так. Хотелось еще сказать немножко, чтобы мы научились видеть таинственное, которое вокруг нас. Все предметы, все, что есть. Одна же, так задумайся, когда идем мы. Я уже сказал о земле, солнце, на каком расстоянии. Если бы было дольше оледенение, дальше. Если бы было ближе, сгорело. Кислорода было бы больше, взорвало. Меньше дышать нечем. В процентном отношении, надо 2% так. Ну, как оттуда тепло-то доходит? Тепло-то доходит только через лучи. А тут и ветер, и что? И оно все равно на землю попадает. Ведь речь идет как? А у нее там ядро, и оно там, атомная какая-то реакция идет. Ну, сколько лет-то идет-то? Определите. Уменьшается? Нет. И звезды в какой стройности идут? Притом, вот, я прочитал один раз только. Изобрели урановые какие-то часы. За 2000 лет ошибка на одну секунду. Я говорю, а с чем сравнивали-то? Чтобы познать, что ошибка, если кто-то что? Звезды. По звездам. Это тайна. Мы должны удивляться. Господи, как все премудро устроено. И как можно тебя отрицать. И ты возлюбил нас, когда мы тебя не знали. Где мы были? Вы знаете, вот у нас была тут сестра, которая уехала. Она зайдет. Я встречался с людьми, которые в пасхальный день, а не плащут. Я подошел человек, это в пензию у баптистов. Ну не плачь, Господь тебя избрал. Мы видели, как ты. Не в этом дело. Я вспоминаю, где я была. Я была в одной банде, кассиром. И когда они между собой что-то не делили, я на кладбище между могилами спасалась ночью. И вдруг я сижу здесь, дочерью Христа названа. Я не могу удержаться. И Господь нас призвал. Дети мои, Господь говорит, чадо мое возлюбленное, я открыл вам тайну. Вы язычники, но я вас принял. И когда полное число язычников войдет, для Израиля снова откроется дверь. И евреи уверуют в него. И антихсис объявит им гонение. И остаток спасется. Богу нашему слава. На веки веков. Аминь.